У нас впереди очень важная тема. Да, давайте вернемся к теме Украины. За событиями, в которые наблюдает весь мир, министр обороны Украины Алексей Резник на неделю ушел в отставку. Ну и если бы не война в Украине, смена чиновника этого могла бы выглядеть как очередная политическая перестановка. У нас тоже было этих перестановок много. Но Резник это тот самый человек, который был министром обороны с самого начала войны. И хорошо знает обстановку на фронте, координировал боевые действия. Константин, здравствуйте. Слышите нас? Связь есть? У нас на связи? Да, есть связь. Да, вот мы уже с нашими зрителями проговорили о том, что на этой неделе мы очень, хотим сказать, очень внимательно следим за событиями в Украине. О том, как братский народ сопротивляется тому, что происходит сейчас. И на этой неделе отставка Резника, того министра, который был с самого начала войны. Вот хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, почему это произошло. Ведь все-таки с его именем во многом было связано то, как Украина борется с оккупацией, борется с военным вторжением. В первую очередь я хотел бы немножко объяснить. В украинской системе координат, в украинской системе иерархии, роль министра обороны – это не роль стратега, который определяет ход боевых действий, или же это не роль полководца, который командует армией. В первую очередь это роль человека, который обеспечивает процесс, то есть договаривается о вооружении, договаривается об амуниции, договаривается о том, чтобы солдаты были накормлены, договаривается о том, чтобы армия была боеспособной. А вот именно стратегирование, именно постановка стратегических и тактических задач лежит на главнокомандующем, которым является генерал Валерий Залужин. В данной ситуации следует учесть, что было немало скандалов, связанных с Министерством обороны на протяжении особенно последних нескольких месяцев, и соответственно под грузом всех этих обстоятельств, всех этих обвинений Алексей Резников ушел в отставку. Да, ему поблагодарили за то, что он наладил боеспособность армии в самом начальном периоде войны. Да, ему поблагодарили за то, что он установил связи с партнерами, и благодаря ему состоялось несколько десятков раундов переговоров с Соединенными Штатами, Великобританией, Германией и другими государствами, которые поставили Украине оружие. Но очевидно, сейчас происходит смена караула, очевидно, что пришел новый человек, который по-новому будет руководить ведомством. А что народ Украины, руководство страны ожидают от нового министра Рустема Умарова? И почему именно он? Народ Украины мало ожидает. Народ Украины, скажем так, ожидает, чтобы был коренной перелом в войне. Народ Украины ждет победы, ждет мира. А вот что касается власти, Умеров он больше ориентирован на Соединенные Штаты Америки. Он является человеком, который всю свою карьеру, всю свою жизнь фактически был связан с Соединенными Штатами, с кругами в Демократической партии, с целым рядом фондов, с целым рядом граждан Соединенных Штатов, которые занимались активным влиянием на украинскую политику, я говорю, мягко, максимально мягко. И поэтому в данной ситуации можно говорить только одно, что с приходом Умерова на пост министра обороны, само Министерство обороны будет находиться на ручном управлении Соединенных Штатов и Вашингтона. Константин, мы, пользуясь случаем всегда, когда у нас в эфире эксперты из Киева, эксперты из Украины, мы задаем один и тот же вопрос из первых уст, и хочется услышать, как, по Вашему мнению, сейчас ситуация обстоит на фронте, какие есть продвижения, результаты у Вооруженных Сил Украины? Сложная ситуация, чрезвычайно сложная, в первую очередь из-за того, что фронт растянут более чем на 1200 километров, линия фронта. Основные бои сейчас сосредоточены на направлении Азовского моря, то есть украинские войска пытаются пробиться к Азовскому морю, сейчас в направлении города Токмак Запорожской области, временно оккупированного российскими войсками. Вторая точка острова соприкосновения – это город Бахмут, который уже 9 месяцев находится непрерывно под обстрелами, его берут постоянно, то одна сторона берет инициативу, то другая сторона. Дальше третья точка, горячая точка – это Купенск Харьковской области, берег реки Оскол, то есть три основные точки вокруг ведутся. Это основные бои, но при этом на всей линии соприкосновения достаточно напряженная ситуация. Сказать, что существует грандиозный прорыв украинской армии невозможно, потому что очень сильные фортификационные сооружения выстроили россияне в Запорожской области, но при этом первая линия так называемой линии Суровикина, первые ряды линии Суровикина прорваны. Их всего четыре.